Любая мотивация злоумышленника, она будет для нас угрозой. Заниматься мониторингом macOS нужно для того, чтобы это не стало слабым звеном в инфраструктуре, скомпрометировать, достать какие-то данные. Внимательность — это ключевой навык специалиста по кибербезопасности, такого кибердетектива, и романтика возвращается показать, что ты именно эту тему расковырял. Поднимите руку, пожалуйста, те, кто верят в безопасность маков, что для них не существует каких-то угроз. Ага, чуть-чуть рук есть, вижу. Окей, а кто считает, что маки надо мониторить? Супер. Ну, тогда вы по адресу, и сегодняшний доклад про как раз-таки мониторинг macOS. Традиционно вообще тема эта не особо освещается в инфополе, и считается, что маки такие вот прямо пуленепробиваемая операционная система. На самом деле это вовсе не так, и как и для Windows и Linux существует достаточное количество угроз для маков, и в том числе их хватает для того, чтобы покрыть даже довольно большую часть майтра-атак матрицы. Мы в ВК заботимся о безопасности, уделяем ей довольно много времени, силы и внимания, и в нашей инфраструктуре присутствуют тысячи маков. К сожалению, для большинства из них, если не сказать для всех, не существует какого-то решения из коробки, то есть где бы все было и все устраивало для нас. Поэтому мы ищем свои подходы, какие-то решения совмещаем, придумываем, и как раз-таки сегодня будет доклад про то, что мы попробовали, что нам понравилось, не понравилось, и вы сможете перенять какие-то штучки для своих инфраструктур. Меня зовут Онищенко Михаил, я работаю в компании ВК в отделе анализа киберогроз, прошел путь от первой до третьей линии и некоторое время назад начал заниматься маками в компании ВК. Несмотря на то, что сегодня речь пойдет не про атаки, а про защиту, мы все-таки рассмотрим один пример, чтобы наглядно продемонстрировать, чем может быть губительна вот эта вот вера в то, что маки на самом деле такие пули непробиваемые. На данном слайде вы можете видеть скриншот интерфейса Miss XC2. Это довольно популярный тим-сервер для атак на macOS. И в данном случае мы здесь видим reverse shell, который имеет уже привилет статус, то есть зломышленник получил уже elevated привилегии. В данном случае отрабатывает FL agent, то есть это агент на JavaScript, который идет в комплекте с Mythic. И не стоит, наверное, даже говорить, чем опасен reverse shell. Вот эта картина, она явно говорит о том, что mac уже полностью скомпрометирован, и, в принципе, дальнейшие какие-то действия зломышленника на машинке будут для нас губительными. Не для нас, а вообще для, в принципе, этого мака. Для того, чтобы понимать, как сейчас работает вся защита в маке и какие есть средства по безопасности, давайте немножко погрузимся в историю. То есть как это работало раньше. Ранее в маке существовала система под аудит OpenBSM. Это уже деприкейтед система, и она не используется с версией Big Sur. Но, несмотря на то, что она не используется, она все еще нам может быть полезна. А именно для того, чтобы рассказать нам, а как ранее было сложно разрабатывать какие-то средства по безопасности для маков. То есть ранее, если разработчик создавал какое-то средство по безопасности, ему надо было сделать так называемое kernel extension. Kernel extension работало в пространстве ядра, и его было довольно тяжело разрабатывать их и поддерживать. И какие-то дырки безопасности, они открывали также дырки и в ядро, и все это было не очень классно, и, в общем, всем не нравилось. Недостаток документации, в принципе, тормозил весь процесс совершенствования защиты в маках. Были и другие, конечно же, средства в фреймворке, такие как MAC фреймворк, Chaos API, но все это не обеспечило того уровня, который хотелось бы обеспечить для мониторинга этой операционной системы. Давайте рассмотрим, как это работало на примере архитектурно. То есть мониторинговая программа, которую написал разработчик в юзерспейсе, обращалась к kernel extension, то есть расширению ядра, которое тоже написал разработчик, и забирала оттуда телеметрию, после чего с помощью OpenBSM-хуков она обращалась к логам и забирала их для дальнейшего анализа и обработки. И вся эта система, как я уже сказал, она была не очень универсальная, хорошая, и Apple это прекрасно понимали, поэтому в 2019 году вместе с macOS Catalina они представляют system extensions. Это идейные наследники kernel extensions, которые теперь намного легче разрабатывать, поддерживать, и они намного безопаснее из-за того, что работают в юзерспейсе. Также одновременно с system extensions, Apple представляет свой новый фреймворк, endpoint security framework, сокращенно ESF. Это модуль macOS, который служит для проактивного поиска и анализа событий безопасности. По своей структуре, как он работает, он очень похож на event tracing for Windows, то есть реализована система подписок и клиентов-потребителей этих самых событий. Как это работает на схеме? То есть теперь разработчик пишет точно так же system extension, как ранее kernel extension, который обращается с помощью endpoint security framework, ESF API к проприетарному расширению ядра, которое было написано Apple и работает в kernel space. То есть этот кусочек endpoint security text, он не задокументирован и в принципе нам не интересен ни с разработческой точки зрения, ни с точки зрения мониторинга. Мы взаимодействуем только с endpoint security framework, то есть с средним квадратиком. Вместе с этим Apple представляет еще два фреймворка. Они не являются нашей темой доклада, но все-таки мы рассмотрим, для чего нужен был каждый из них. То есть network extensions framework – это идейный наследник своего предыдущего воплощения в формате kernel extension, теперь это system extension, напомню. Он служил для какой-то фильтрации сетевых событий, доступа к ним и тому подобное. И DriveKit framework, он служит для USB подключений, для human interface devices и другой хардварной штуки. Давайте немножко погрузимся, как работает endpoint security framework в архитектурном плане. То есть у нас есть два типа событий. Первый – notification, второй – authorization. Первый notification, он довольно привычен для нас. Это фактически просто реал-тайм логи, которые сыпятся, и в принципе мы все к ним привыкли, все их видели. Но authorization тип событий, он несколько другой. Он более привычен будет для разработчиков какого-то антивирусного ПО, EDR решений и тому подобного. То есть как это работает? Пользователь запускает какую-то программу, эта активность регистрируется в пространстве ядра. Ядро обращается к расширению ESF, которое, напомню, написано Apple, то есть это проприетарный кусочек, который работает в пространстве ядра. И он уже далее обращается ко всем подписанным на данный тип событий system extensions, которые работают по подписке. То есть они подписались на этот тип событий. После чего каждый из system extensions, их может быть несколько, может быть один, в зависимости от того, сколько у вас решений по безопасности установлено, выдают свой вердикт, а можно ли запускать вот эту активность. Если нет, то активность перебивается прямо в kernel space и дальше никуда не идет. Если можно, то, конечно же, она идет дальше и просто пользователь видит то, что хотел видеть, запущенную программу. Вся эта активность занимает доли секунды, то есть для того, чтобы не аффектить на пользовательский перформанс. Но иногда бывают некоторые зависания, то есть какие-то ошибки и обычный дедлайн для вот такой вот активности с authorization типом событий, он составляет 30-60 секунд. Давайте вот теперь, когда мы рассмотрели общую схему, как это работает, мы посмотрим на типичное событие, то есть что, собственно, продуцирует сам ESF. В данном случае мы видим неполный лог, то есть здесь выбраны наиболее интересные поля какие-то, связанные с процессом. Но не какие-то, конечно же, они самые интересные в том плане, что они наиболее интересно будут отображать, что произошло. Ну, во-первых, конечно же, здесь отображено, что за процесс был запущен. И если рассмотреть вот эти самые интересные поля, то можно увидеть, что есть процесс ID, parent process ID, всем известный, то есть сам процесс и процесс родитель этого процесса. Также есть процесс групп ID. Это особенно интересная фишка ESF, которая позволяет очень хорошо связывать какую-то активность в вашей аналитической системе. То есть этот процесс групп ID будет идентификатором вот этого вот бежевого процесса, который был запущен в начале всей цепочки пайплайнов. И таким образом мы при помощи этого процесса групп ID можем отследить все команды, которые были запущены в данном пайплайне. На данном примере мы видим только один процесс команду после пайплайна, но их может быть и пять, и шесть, и сколько угодно. Все мы сможем увидеть, просто пробив по вот этому процесс групп ID. Также у нас есть responsible process ID. Он обозначает вот это само окно терминала. То есть мы можем точно оценить, а была ли запущена эта активность пользователям руками просто в терминале, напечатанной на клавиатуре. Либо же это была удаленная сессия, где все это происходило просто интерактивно каким-то другим сторонним человеком. Ну и session ID, конечно же, он просто идентифицирует в принципе все команды, которые были запущены в рамках данного сеанса. И все это, конечно же, замечательно, но ни у какого решения по безопасности не будет все суперидеально во всех аспектах. Есть, конечно же, какие-то особенности работы, какие-то, может быть, недостатки. И вот в ESF они тоже присутствуют. Они довольно интересные, специфичные. Первый – это bottleneck, то есть эффект бутылочного горлышка. Когда вы подписываетесь на очень большое количество событий, типов событий, очередь пространства ядра, которая выделена под клиент-потребитель, она переполняется. И, соответственно, вы получаете события с некоторой задержкой, либо, в принципе, теряете их часть. Что же делать, чтобы этого не происходило? В первую очередь, конечно же, не подписываться на все типы событий. Это будет просто неэффективно, какие-то типы будут вам не особо интересны, и этого стоит избегать. Второе – это фильтровать пути, директории, с которых вы будете собирать какую-то активность. Это, в принципе, тоже очевидно, потому что некоторые папки, они будут не очень интересны для хакера, и просто их нет смысла смотреть. Плюс какие-то будут защиты от Apple, встроенные в macOS. Третий вариант – он для разработчиков. Если вы разрабатываете свое решение, вы можете создать несколько клиентов-потребителей для каждого типа событий. Имеется в виду, допустим, три. И для каждого из них будет выделяться своя собственная очередь в пространстве ядра. Соответственно, каждая из них не будет переполняться. И второй особенностью работы с ESF будет являться то, что у него не суперклассно реализованы сетевые события. То есть Apple, когда представляла все свои три фреймворка – Network Extensions, DriveKit и ESF – они сделали упор в сетевых событиях именно на Network Extensions Framework. Вот такая вот философия Apple. С этим ничего не поделаешь. Но, конечно же, там не совсем нет такого, что прямо совсем нет сетевых событий. Они есть, но их детализация и какая-то полезность для мониторинга оставляет желать лучшего. Это разве что типы событий, связанные с сокетами. И третьим таким недостатком, особенностью можно назвать это то, что если вы разработчик, вам придется повозиться. Потому что так называемый entitlements, который отвечает за разрешение в системе к разным модулям системы, придется запрашивать к Apple. То есть что такое entitlements? Entitlement – это система прав и разрешений в macOS, которая хранится в виде пары ключ-значения рядом с подписью, исполняемым файлом. И почему я говорю об этом? Потому что этот самый entitlement для доступа к ESF придется запрашивать вам лично у Apple. И не стоит говорить, конечно же, о том, что компания может вам просто отказать не выдать этот самый entitlement, либо это будет происходить очень долго. Мне известен случай, когда разработчику понадобилось целых полгода, чтобы получить это самое разрешение. Он описывал это как очень болезненный и долгий процесс. Вот когда мы рассмотрели, в принципе, как работает ESF и рассмотрели эту теоретическую часть, давайте посмотрим, а как нам получить доступ к этому самому событию, которое мы так сильно ждем и хотим. У нас есть утилита ESLogger. Она появилась в macOS Ventura и в более поздних версиях она точно так же есть. Это довольно легковесный бинар, утилита, которая не обладает каким-то особым функционалом. То есть какой-то фильтрации, дополнительного удаленного менеджмента у нее нет. Но несмотря на это она выполняет свой функционал на ура. То есть у нас есть хорошая видимость и вывод в JSON. А что, собственно, еще нужно? Все остальное можно доделать самому, как мы уже привыкли к этому. Второй утилитой, которую можно использовать для доступа к ESF является RedConnery Mac Monitor. Это уже утилита с графическим интерфейсом. Она обладает хорошей фильтрацией путей. И можно фильтровать, на что вы подписываетесь, точно так же, как у ESLogger. То есть это обязательный элемент любой такой программы для доступа к ESF. И у нее есть некоторое понятие обогащения. То есть если есть какой-то процесс, который запускается, в него RedConnery Mac Monitor может докинуть какую-то дополнительную справочную информацию. Она бывает иногда полезна. И эта утилита будет особо полезна для форензики, лайв-анализа. То есть когда вам нужно прийти на комп и посмотреть, а что происходит, какая вредоносная активность существует сейчас на системе, как взаимодействовать с ней хакер. И, собственно, из этого уже делать свои какие-то выводы. Не всегда ведь бывает мониторинг здесь и сейчас. И обе эти утилиты объединяет одна особенность. Это то, что их в стандартном виде нельзя использовать для инфраструктурного мониторинга. То есть они не совсем предназначены для этого. Если с RedConnery Mac Monitor довольно все понятно, это просто агент, который ты закинул на систему, посмотрел, что происходит, то у ESLogger из-за своей легковесности не так все очевидно. Его можно допилить. Как это можно сделать? Ну, в первую очередь, конечно же, надо создать какую-то файл-обертку. Обязательно должен быть исполняемый файл, так как это потребуется для дальнейшего добавления в список TCC, то есть доступ к диску и к саму ESF. Можно писать эту обертку, например, на Go. И что в нее следует включить? Ну, в первую очередь, конечно же, запуск ESLogger и добавление ротации логов. Нам не нужно, чтобы лог, который собирает ESF, в который мы подписываемся на события, и они падают в файле, чтобы он не разрастался до огромных размеров. Все это надо архивировать, и к тому же можно потом прийти на компьютер и посмотреть, а что же происходило на нем в случае, если события отвалились. Сеть, ну, всем известные проблемы, как это бывает. Конечно же, ESLogger надо запускать как сервис, то есть если компьютер перезагрузится, выключится, и так ESLogger сам сломается. Это надо все перезапускать для обеспечения такого персиста, как и любой агент. Все это надо писать в лог-файл и транспортировать до CM. Я не просто так сказал про ESLogger как Go-файл, как обертку, потому что у самого ESLogger им, в общем, этот бинарный файл нужно добавлять ему права через TCC, поэтому надо писать именно файл-оберточку. Сам по себе, то есть если вы будете разрабатывать свое ПО, подписки для событий, все это через библиотеки, вам понадобится тот самый entitlement, поэтому внутри мы используем ESLogger, просто как запуск командной строки. И все это, конечно, замечательно и интересно, но это не обеспечивает нам того, что мы хотим. Все надо дописывать самому, доделывать, и хочется вот этот функционал агента иметь из коробки, вот прямо чтобы сразу, как мы все любим. И такое решение действительно нашлось. Оно довольно классическое и многим известное. Это OS Query. Почему OS Query? В классическом варианте, как мы понимаем, в OS Query это всегда речь про таблицы, снэпшоты и дифференшиал, разница системы, то есть конкретное состояние системы в данный момент, либо различие между состояниями. Но в OS Query с недавних пор появилась таблица, которая имеет доступ к тому самому ESF API. То есть это событие процессов и создание модификации, удаления и разных операций с файлами. То есть две таблицы. И они имеют особый формат EventD. Он отличается тем, что он позволяет в промежуток времени, например, 30 минут, которые вы задали, сыпать все это в реалтайме. То есть процесс запустился, мы его записали в файл, создался файл, мы тоже это записываем в реалтайме. И все это потом, конечно же, отправляем. Вот такой вот реалтайм-мониторинг. Не все таблицы, конечно же, форматы EventD. И в принципе нам надо этим OS Query как-то заменять тот функционал, который мы могли бы получить от обычного ESLogger. То есть весь вот этот полезный накладыш поверх ESF нам надо реализовать и в OS Query. И такие таблицы, конечно же, тоже есть. У него есть очень полезная телеметрия. И в принципе она заменяет очень многие типы событий из ESF. То есть, например, запрос на состояние системы, где было бы указано, а какие сейчас средства по безопасности, gatekeeper или другое средство по безопасности включено. Помимо всего перечисленного, у него, конечно же, частое обновление, и его довольно удобно менеджерить. То есть это всем привычный агент, и это, например, можно делать через FleetDM. Что же вам не нужно собирать любым из перечисленных средств? Это все директории, которые защищены System Integrity Protection. Это связано с тем, что эта защита не позволяет записываться в конкретно данной директории, и в принципе хакер не будет как-то таргетить этой директории просто потому, что он не запишется туда. Поэтому их не стоит собирать. Итого, что мы имеем? Обязательно используйте ESF. Это единственное средство по безопасности, которое осталось в macOS, и Apple делает упор именно на него. В будущем все средства по безопасности, которые будут создаваться, они будут использовать именно этот механизм. Поэтому, можно сказать, вам некуда деваться. Обязательно фильтруйте все события, которые поступают от ESF, потому что у него есть довольно неприятная особенность. Это просто спамить всеми типами событий и со всеми пользователями. То есть, например, System нам будет не особо интересен. А он очень много активности создает. Ничего сложного. То есть, в интернете дописано уже довольно существенное количество документации. Фреймворк не новый, 2019 год. Но, несмотря на это, конечно же, информации все еще не хватает. Приходится ковырять, рассматривать. Но что-то вы найдете обязательно. И ключевой момент – это смотрите, как вам реализовать это в своей инфраструктуре. Каждая инфраструктура, она будет уникальная, каждый будет использовать свои подходы. Поэтому решать именно вам. Мониторьте свои маки. Всем спасибо за внимание. Жду ваших вопросов. Можешь, пожалуйста, рассказать примеры, действия злоумышленников, которые удалось выявить с помощью мониторинга МакОсь в инфраструктуре компании вашей, нашей? Вашей. Ну, конечно же, конкретные примеры я не смогу рассказать, но я приведу примеры, что эта штука может отлавливать. Это, например, довольно известные тактики, которые связаны с записью, то есть с персистом, когда злоумышленник записывается, например, в лаучейдженс и создает тем самым запланированную задачу. Либо это запуск какого-то бинаря вредного, может быть, даже офусированного, который будет отстукивать на свой сервак, либо делать какие-то нехорошие вещи. В общем, в принципе, все, что вы могли бы отлавливать какими-нибудь дефолтными виндусовскими логами, каким-то EDR решением, то же самое здесь можно будет делать. Для Мака существует довольно много тактик и техник, и даже некоторые из них в сыром варианте именно по типу события. Например, есть отдельное событие, связанное с записью в лаучейдженс, то есть сам факт записи будет отдельным событием. Поэтому некоторые уже даже без написания детекта будут в сыром виде у вас отображаться. А вот вы увидели такое событие, что вы делаете? Вот событие в логах, злоумышленник что-то в инфраструктуре творит, какая реакция? Мы, конечно, на это реагируем, то есть смотрим, а что происходило. Ну, конечно, надо проверить дельту, то есть само событие само по себе. Не все будут очень информативными и какие-то будут вредоносными только в случае, если они возникают вкупе с другими. Поэтому надо посмотреть, что другое происходило на хосте, что могло привлечь, что могло привести к такой активности, что мы сейчас видим. То есть многие алерты, которые падают с macOS, они могут быть вполне себе просто информативными, но все работает вкупе. То есть это behavioral analysis, довольно стандартная штука по пирамиде боли. Спасибо за доклад, было очень интересно. Вопрос следующий. Вы рассказывали в основном про атаки извне контура. Вот используется ли, если решается такая задача в целом, мониторинг внутренних действий, например, сотрудников класса решений типа DLP, UAMA? И если да, то используется эта же технология или совсем какая-то другая история? Спасибо за вопрос. Да, я, конечно же, могу на него ответить. То есть суть в том, что мы привыкли, что мониторинговые программы, они используются именно для внешних нарушителей. В случае с DLP, ESF, он сам по себе, то есть каких-то событий, связанных с тем, что мы привыкли от DLP видеть, оно не реализует. Но все дело в детектах. И, например, OS Query агент, он позволяет собирать конкретную телеметрию, конкретные таблицы. И вот есть пример, когда OS Query имеет таблицу, связанную с конкретными системами защиты, которые включены на Mac. Ну, например, Gatekeeper. Довольно популярное средство защиты, то есть оно не дает запускать неподписанный код. И если сотрудник или человек, который подвергается мониторингу, выключает это средство защиты, там есть отдельная команда, через судошку запускается, то это, соответственно, сигнализирует о том, что, наверное, может быть, какое-то не очень хорошее ПО запускается, либо вроде того. Также есть в OS Query таблицы, связанные с встроенным антивирусом X-Protect, насколько я помню. И это тоже можно мониторить, смотреть, а что включено, собственно, сейчас на Mac. В случае, если вы используете помимо OS Query какое-то еще средство по безопасности, которое использует расширение ядра, либо системное расширение, тоже можно смотреть, а какие сейчас kernel extensions, ну, то есть кексты их, system extensions, kernel extensions, все кекстами называются. Какие сейчас в Mac включены, какие были подгружены, и, соответственно, это тоже информативный источник. Привет. Меня Антон зовут. Вопрос. Два вопроса. Как вы контролируете, что в Square на ноутбуке сотрудников продолжает работать? И как вы контролируете, что та штука, которая контролирует, что он работает, тоже продолжает работать? Это первый вопрос. Второй. Как сильно сказывается включение event-д таблиц, их использование на перформансе? Используете вы разные профили для разных сотрудников? Ну, того, что Square мониторит, например, там какой-нибудь разработчик, что собирает что-нибудь тяжелое. Естественно, у него там это сказывается на производительности, на скорости работы аккумулятора. В общем, используете вы разные профили. Окей. Спасибо за вопрос. По первому вопросу могу сказать, что существуют разные методики health check, и они не ограничены одним подходом. То есть это все обязательно зависит от того, как вы делаете свою инфраструктуру. Тут одной панацеи, которую я бы сейчас сказал вам, и все бы использовали, наверное, не будет. То есть… Не, меня ваш подход интересует. Ну, агент в любом случае отстукивает. Мы видим, как он сейчас общается с сервером, либо нет. Если мы используем SQL как тренд-хаттинговое средство, также потому что это агент, который управляется, например, с FleetDM, мы видим, а поступает ли туда квери, ну, например, который вот мы написали, возвращает ли он что-то. Ну, если не возвращает, а оно по расписанию запрашивается, эти квери, то, наверное, агент отвалился. Вот. Это основной такой параметр. А если FleetDM сам сервер отвалился, ну, я думаю, это сразу заметят. По второму вопросу он был связан с… С влиянием на перформанс. А, да. Все, опять же, зависит от того, какие таблицы вы включаете. То есть, например, EventD правила, да, они отжирают, но если вы не будете использовать абсолютно все таблицы и как-то их распределите между… По интервалам, например, одно в это время запускается, чтобы не все сразу. Вот. Например, есть таблица, связанная с ER-правилами. Вот. И она будет очень много отъедать. То есть, в моменте может быть, ну, скачок до 40%, например. Вот. А так, в среднем, это небольшие нагрузки могут быть в зависимости, опять же, от ваших потребностей, что вы смотрите. Вот. Это основной посыл, да? То есть, переформулирую вопрос тогда. Правильно понимаю, что у вас один профиль на всех людей в компании? Ну, так мы, конечно же, не расскажем. Это такая тема по безопасности. Все-таки у нас конференция по безопасности. Поэтому, ну, вот деталей я, наверное, не смогу погружаться. Окей. Окей. Спасибо. Спасибо за вопрос вам. Спасибо за доклад. Хотел бы точить насчет того, как настроили аллертинг. Получается, это доставляется через самосквери или через Prometheus или вообще какое-то самописное решение? Ну, единственное, я могу сказать, что OS Query не имеет своего встроенного транспорта, насколько мне известно. Вот. Поэтому это в любом случае какой-то сторонний транспорт. Вот. Мы… Не могу сказать, что именно мы используем, так как это, опять же, confidential info, NDA и все дела. Но вот могу сказать, что да, транспорт вам какой-то понадобится. Ну, это может быть любое пространство и решение. Их вполне много. На macOS даже существует RCS Log. Он хоть и старой версии, но выполняет свою функцию. Спасибо. Миш, спасибо тебе огромное. Суперинтересный доклад. Коллеги, аплодисменты. Спасибо. Спасибо. Спасибо.